всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение игры the planet crafter прошлый раз мы прокачались до солнечных панелей 2 уровня а также до буров тоже 2 уровня сделали все такое хранилище она строили теплогенераторов лоры стендов чтобы вырабатывать воздух собрали микрочип для ускоренной добычи а также прокачали рюкзак до 3 уровня вот и голос небольшая база получилась потихоньку вот и реформируем планету сейчас мы открыли что стекло жилого отсека стеклянный пол или потолок для жилых помещений вау а что быстро все вырабатывается то только технологии одновременно получили это скорее всего благодаря тому что вы построили много буров 2 уровня и у нас сразу прогресс огромный пошел так что у нас открылась стекло коммуникационная антенна принимает сигнал из космоса используйте вместе с экраном коммуникации потребляет 15 киловатт в секунду ого-го многовато экран передачи отображает передачи полученные антенны связи в этом и сообщение будем получать эти там квестовые лор открывать потихоньку сейчас думаю пока не строить антенну она нам к чему у нас полно других забот по электроэнергии у нас два с половиной киловатта плюс есть и сейчас нам необходимо что-то сделать что 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 нам надо сделать снова думаю сбегать на кораблик и забрать оттуда остальное неплохое добро но для этого нам понравится кучу кислородных баллонов три капсулы есть это отлично также у нас остались семена баклажанов и космическая еда потом эти семена можно будет использовать приготовление его таких пакетиков ну или пищи какой-нибудь другой я еще до туда не доходил так что точно не знаю но знаю наверняка то что они идут на еду здесь даже написано имя космических баклажанов поместить его изготовитель пищи три кислородных баллона собой взяли и давайте сбегаем быстренько на кораблик заберем все оттуда самое хорошее самое ценное и также вернемся может еще что-нибудь откроем интересненькая а вернувшись будем улучшать базу дальше это не туда пошел блин здесь не подняться никак а я я я я я и тупанул кислород зря потерям ничего ничего давайте быстрее бежать попал меня кислород первого уровня или второго что ты не посмотрел первого уровня 2 еще либо не открыт либо я забыл скрафтить вполне вероятно что да забыл скрафтить ай-яй-яй вот мой косяк а чё так тупой ну то и убежал ну да ладушки ладушки ты кислородный баллон у вас есть принципе надолго задержаться не должны надеюсь все успеем первый кислородный баллон используем уже добрались до граблика как так так ну-ка 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 что там интересненького то осталось нужно глянуть забегаем забегаем ищем всякое добро как здесь мы вроде все уже добывались что нужно было да так что сразу уходим другие комнаты по быстренькому надо все это делать пишите пишите так вот здесь мы не были до в этой комнате в этой части не были или были ну все добро расхватали вроде как значит были где-то я точно не был может здесь да вот здесь не был есть иридий уран ткань и еще ткань алюминий это хорошо опять всякие балочки мешают давай быстрее ломайтесь нужно бежать дальше ну-ка ну-ка топливный генератор отлично иридий у нас будет рот опять выпиваем нужно поскорее все заканчивать необходимо возвращаться и мечка чип есть о самое ценное имена семена алюминий канка уран уран нам думаю пока не нужен место у нас не так много как сообщение грузовой корабль она это потом прочтем и у нас инвентарь полный и что такое генератор ну-ка 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 то что что это генератор термоядерного синтеза уж туда урана закинуть да нет они работают не знаю как это действует ладушки ладушки на быстрее возвращаться обратно кислород закончится и я не успею вернуться ура смогли убежать сейчас главное до базы добежать е мы вернулись миссия прошло успешно вот столько барахла необходимого пособирали и давайте это все распределять алюминий всякие хорошие сплавы в эту ячейку и ящичек можно было по выкидывать железо я как-то об этом не подумал слишком спешил эко лишнюю фигню можно было по выкидывать там оставить потом за не сбегать это домой косяк что-то эту пану ну ладушки ладушки то поделать чё уже не поделаешь хорошие раскидали теперь у нас есть два чипа расшифровываю это не ловкости второго уровня и что микрочип добычи второго уровня тоже неплохо для микрочип потребуется супер сплав и кремний это у нас имеется персплав и кремний есть создали сокращает время добычи на 20 процентов неплохо так для сапог ловкости первого уровня необходимо два алюминия и две ткани это у вас тоже имеется он создаем а для 2 2 супер сплава и две ткани а вот это у нас уже не туда но да к сожалению нету ну хотя бы есть просто сапожки будем бегать на 15 процентов быстрее ну-ка ну-ка на счет проверить как-то не особо заметно вроде чуть побыстрее но не сильно отличается ладушки ладушки народный баллон второго уровня да я не скрафтил мой косяк я с первым гонял на было сразу 2 делать а я про это совсем забыл кремния у нас не хватает сейчас сходим по добываем ресурсы или сначала сделать кислородные этим флорестенты уже 2 даже уровня можем делать флорестенты железо магний все равно кремния нужно будет искать так что пока именно оставляем здесь исходим по добываем кремний и остальные необходимые нам ресурсы немножко ресурсов по набрали и давайте для начала улучшим баллончик да для начала кислородный баллон до второго уровня прокачаем кремний кобальт титан магний улучшаем до 2 и сколько теперь можем 200 кислорода на себе таскать весьма ощутимо сейчас создаем флорестенты второго уровня железо 2 льда магний кремний вырастем второго уровня вот побольше уже выглядит не вмещается не отмещается но не хватает уже энергии ладушки мы сейчас все это исправим сначала первого уровня все забираем отсюда эти разрушаем ну 5 флуоресцентов создали осталось семечки закидаем и нужно будет увеличивать объемы поставляемой энергии энергии сильно не хватает ничего не работает фонарик на выключить чтобы не мешался вот разные здесь растения семя пестера добывают 200 процентов кислорода неплохо ну-ка ну-ка а семя шанга 150 процентов теперь нам необходимы солнечной панели и железо 2 кобальта и кремний везде нужен кремний сейчас нам его очень сильно не хватает кремний 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 эти уже второй ряд пиндюрить сюда пока будем ставить как угодно на красоту нам плевать кремний закончился и по идее энергии уже должно хватать меня вот это напрягает слишком кривом стоит слишком криво стоит солнечную панель давайте ее переставим хотя бы вот так будет согласен такое себе ладно потом на крышу все это перекинем когда расширим наш особняк небольшой либо вторые тоже сделать пока не знаю пока у нас много других дел не до этого как там с электроэнергией 16 киловатт у нас плюсе что можно тратиться на что-то другое об энергии пока вообще не паримся народ сейчас должен быстро вырабатывается до моментально сейчас все прокачиваться будет и откроется внутренняя лестница затем нагреватель 2 уровня и баллон 3 вас ну вот я и говорил получили чертеж мыши не лестнице пока она ни к чему нам мы можем делать обогреватели и лидий железо и кремний опять проблема вся в кремнии необходимо саново идти добывать его нужно и начала необходимо подпить и поесть и потом как-нибудь сбегать опять на кораблик и забрать за всю еду а то у нас она заканчивается прям очень быстро добыча кстати уже быстрее проходит благодаря нашему микрочипу 2 уровня и протекает быстрее на 20 процентов но вся проблема в кремнии по слишком тяжело найти не так уж много валяется и приходится прям далеко убегать от базы для его поисков о сундучок отлично кремний еда это надо нам танчик тоже возьмем и кобальт все пора возвращаться открыли чертеж нагревателя второго уровня плюс экран прогресса постоянно необходимо что-то расширять что-то строить постоянно чем-то занимаемся игра держит все время в напряжении не дает расслабиться так что я там хотел делать обогреватели до обогреватели обогреватели 2 тогда сносим берем весь и риги на 3 обогревателя второго уровня хватит необходимо взять кремний титан железо алюминий алюминия да на 3 на 3 как раз хватит давайте обогреватели уже сюда пихать в другую часть комнаты потому что там сундучки расширяются пусть лучше обогреватели тут стоят вот три обогревателя сколько не потребляют и с половиной киловатта потребляет но вырабатывают четыре с половиной тепла сейчас стать разблокируем точную панель второго уровня все разблокировали быстренько моментально даже я бы сказал но для солнечной панели второго времени требуется алюминий который у нас к сожалению подошел к концу думаю на корабле его уже не осталось но зато алюминий есть где-то 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 сейчас покажу этот видел место его дислокации где она растет в больших количествах у как растет валяется скажем так вон там тех местах там горочки такие алюминиевые виднеются он там полно алюминия находил и здесь еще кораблик есть маленький а там что происходит обрушение скалы или что это такое непонятненько кстати вид красивый шикарно так где планеты виднеются красота а нам пора возвращаться по пути собираем конечно же ресурсы и просто так же мы бегали всегда необходимо добро приносить домой думаю базу надо расширять немножко да сделаем два дополнительных отдела либо вверх либо в ширину давайте попробуем вверх уже сделать что-нибудь так лестницу лестницу снаружи скорее всего либо изнутри делать непонятно давайте изнутри попробуем только куда и в пиндюрить бы на принципе здесь можно ее поставить к возле входе к фоник не особо мешается очередь чертеж майка вот вот так забираемся сюда просто нажимая левую кнопку мыши и сверху необходимо сделать новые блоки леза титан вот такой кубик рубик у нас вышел не хватает мне кажется стекол от окна так и давайте везде окна сделаем конечно это трата драгоценных ресурсов но почему бы нет можем все такое позволить сожалению огромные траты ай-яй-яй и у нас железо кончилось да ну да все железо кончилось это стекла полно делали себе коник во все прозрачненько более-менее красивенько потом нужно будет везде так стекла сделать чтобы у нас аквариум такой красивый был и переставить эти солнечные батареи бурые все переделать поменять местами чтобы все выглядело красиво и благородно взбираемся наверх изучили даже чертеж кровати на двоих только зачем нам кровать я не понимаю а также открыли чертеж кислородного баллона 3 уровня вот он нам понадобится и никак не могу понять зачем нам кровать может тупо для красоты или поспать можно точно вполне возможно что можно поспать когда ночь наступает но смысл тратить драгоценное время на это хотя какое драгоценное время тут же без разницы мы ничем не ограничены но только количеством еды там воды но это все можно найти так ладушки не будем отвлекаться сейчас нам необходимо поесть попить и избегать снова на кораблик забрать оттуда все оставшиеся барахло либо же улучшить кислородный баллон до третьего уровня а у нас алюминий то остался а я я и алюминия нету к сожалению алюминия нету печаль к был бы алюминий можно было бы сделать кислородный баллон третьего уровня но не судьба хотя можно что-нибудь разобрать и сделать кислородный баллон ну-ка ну-ка алюминий же тратится нагреватель 2 уровня дать и давайте его разберем думал баллоном гораздо важнее чем какой-то обогреватель да кстати да мысль мне кажется неплохая вот кислородный баллон третьего уровня и можем брать собой 280 кислородика обогреватель 2 уровня мы как-нибудь в следующий раз в органе и берем с собой три кислородных баллона снова у нас ресурсов почти не осталось ну куда деваться дается чем-то жертвовать его побежали на кораблик думаю можно сейчас вообще не торопиться кислорода у нас полно запасов баллонов у нас тоже хватает надолго думаю и можно спокойно обчистить весь корабль оставшиеся барахло добежали уже до корабля а кислорода и даже половины не израсходовали вот зашибись то что необходимо эти для начала пройдем до самого конца я думаю да да глубин будем с глубин все вычищать потому что там по любому что и цены осталось а если останется если будет место свободное то заберем все остальное так я не знаю что мне делать с этим ядерным реактором и разломать его вообще не могу да нет не могу ну непонятненько что с ним делать контейнер этот разбираем тут за компьютер общение грузовой корабль цирель и а4 журнал оборудование номер 436 сегодня утром когда мы находились 17 мне космического путешествия к стигмару корабль необъяснимым образом вышел из гипер пространственной скорости инструменты навигации сошли с ума и вся мощность корабля упала как будто он был истощен чем-то внешним мы собираемся попытаться совершить аварийную посадку на этой планете которую никто не проверил я не уверен что мы там найдем похоже на поверхности сильный шторм надеюсь у нас все получится вот корабль видно разбился у нее ничего не получилось а нам необходимо запастись кислородиком кресло можем разобрать их нет к сожалению нельзя это забираем все отсюда что тут уран уран скорее всего понадобится потом для термо реактора такого термоядерного пока что он нам не нужен тупо все забираем все разбираем сколько места хватит нас это волновать особо-то не должно раз ничего ценного тут не осталось просто забираем всю виду здорово можно найти алюминий у ее и ткань ухты как я так пропустил рука ну-ка ну-ка эти семена баклажанов здесь оставляем они на к сожалению пока что не нужны мы лучше киньи ресурсов себе в вину и торг подскидываем будет гораздо эффективней мы заполнили наш трюм пора возвращаться может чем интересненько еще найду вот это тоже лишний не будет и принципе все там цену а больше ничего нету нет ничего цену нету это я всю еду давайте заберем чтоб не париться не переживать насчет голода и валим домой айс я упал похоже все-таки падение здесь присутствует потратил немножко жизней но жизни восстанавливаться с помощью еды и кстати мы открыли экзоскелет второго уровня надо будет его тоже потом крафтить и надеть на себя чтобы увеличить количество доступных ячеек раскидываем по сундучкам распихиваем да куда надо и что у нас есть два алюминия и 3 иридия плюс 4 ткани то интересного можем сделать одной стороны солнечной панели второго уровня которого вырабатывают 20 электроэнергии но спрашивается надо для она нам сейчас энергию нас там запас есть так что думаю пока нет можно создать маяк 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 и коммуникационную антенну маяк нужно чтобы мы не заблудились знали где находится наша база и могли вернуться спокойно если пойдем к ней дальние путешествия а коммуникационная антенна необходимо для того чтобы мы получали письма на экран передачи давайте для начала сделаем столик дополнительный для экранов вот сюда воткнем его ой что-то метеоритный дождь ну-ка ну-ка где он где он где они вову падает падает метеорит есть вот сейчас они выпадут и потом можно там собирать ресурсы и кстати говорят там попадается алюминий вот их осколках остается на будет сбегать потом собрать это хорошо во время метеоритный дождь начался не знаю и риди я не помню находил там или нет но алюминий точно есть так 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 что я хотел сделать для начала а экранчики 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 да экран прогресса вот сюда эй ну нальпись вот не хочешь чему не хочешь она не хотит что-то не хотит вообще засранец чего ты не хочешь то хотя впендюривать тогда вот засранец не хочет лепиться может из-за стекла вот тогда сюда давайте временно влепим а потом термореакторы вот эти плавые пушечки к нашим кислородом перенесем все на второй этаж то что у нас первый этаж будет производственный такой ранение там эти экранчики а на втором будет уже кислород вырабатывается и теплоносители посуда ставил экран передачи пока у нас антенны нету для антенны необходимо титан и алюминий и танчик и алюминий эти давайте еще одну блин поставить сюда надо этот лесенку дополнительную вот так пункт 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 на крышу которая бы вела и сюда и коммуникационную антенну вот крутится вертится но не хватает энергии потому что потребляет 15 киловатт в секунду нам нужна солнечная панель и но потребуется алюминий а принципе ладно потом сбегаем подобываем алюминий тут метеориты же упали так что там по-любому он есть спе солнечную панель тоже можно на крыше поставить хотя может на земле их делать ладно пусть пока временно крыша стоит фоник все закрутилась рука вырабатывает почти 20 киловатт то что нам необходимо конь-чпоньк лесенки быстро поднимаемся быстро спускаемся и потом можно будет делать где там стеклянные полики точно ну-ка стекло же пол 100 стеклянным отверстием но у нас кобальт закончился то вообще все закончилось надо все переделать перестраивать но это потом сначала разберем все эти терморегуляторы перенесем на второй этаж будем потихоньку все менять перестраивать переделывать конька чпонька все здесь на втором этаже на закончили все ресурсы и я думаю давайте лучше сбегаем бегаем бегаем что мы сделаем да на место падения метеоритов сходим вот так стать они выпадают не земли торчат а такими кусками валяются на земле тупо поищем алюминий выпавший очень новая точно мы же антенна построили на вот вернуться прочитать главное не забыть об этом есть нашли алюминий вот так выглядит алюминий валяющийся он по-любому выпал из метеорита да что рядом такие же ресурсы валяются выпавшие еще один алюминий ништяк элементарь полный пора возвращаться мы добрались и хорошего добра и сходим еще один заходик интересненькая поищем дополнительно да и ресурсы надо пополнять они быстро заканчиваются все время нужно этим заниматься желанию пока здесь нету автоматической добычи либо и вообще не будет и не знаю я играл не так уж много но вполне возможно что в будущем порядке и не технологии которые позволят нам добывать ресурсы автоматически они постоянно бегать с этой палочки выручал очки и стараться все выключить а к ресурсов более-менее набрали ящички заполнили немножко и нужно дальше строится что вы там хотели построить чертеж производитель продуктов питания в ну-ка 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 этом производители продуктов питания пока не вижу а еще эксклет второго уровня но пока он нам не нужен давайте забьем на это где-то нет ни где продукты питания я нету производятся а вот производитель продуктов питания алюминий железо бутылка воды как-то жалко алюминий тратить на это нас тем более пока что два их не давайте пока не будем создавать еды тем более у нас полно запасено ну как полно на первое время хватит и час нам что необходимо сделать мы можем все позволить нагреватель второго уровня точно точно у нас же есть два иридия алюминия сделаем 3 обогреватель и маяк я бы присобачил кстати да давайте маяк чтобы не заблудиться титан кремний алюминий еще изучили шкаф для хранения до шикарно теперь побольше у нас будет шкафчик не вот этот ящик дурацкий который ничего не умещается нормально такой шкаф давайте его тоже скрафтим но сначала поставим маячок м на центр на крышу либо на землю лучше ну давайте пока сюда воткнем фоник такой маленький маячочек мы не заблудились свет еще можно менять маяка ну-ка давайте красненьким сделаем чтобы было видно издалека вот отлично и кстати говоря я забыл сообщение прочитать точно 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 это автоматическое сообщение осужденному gp 89 71 l вы решили заменить приговор экстрадиции если вы хотите чтобы с вас сняли все обвинения вам придется полностью терраформировать эту планету наши датчики будут периодически сканировать ваш прогресс и отправлять вам необходимые чертежи ни в коем случае не пытайтесь связаться с intel corp если наши сенсоры не обнаружат никаких улучшений в процессе терраформации вы будете считаться пропавшим без вести обвинения не будут сняты вы не можете претендовать на собственность или ценность чего-либо на планете вам разрешено использовать ресурсы найденные на планете только для увеличения индекса терраформации вам не разрешается погибать эту планету до завершения терраформации ну-ка сообщение от райли привет наконец-то мне удалось найти систему в которую они вас отправили у меня мало времени но я постараюсь дать вам несколько советов уровень успеха planet crafters настолько низок потому что это почти невыполнимая задача вы должны найти космическую еду в своей капсуле и возможно в космических обломках вы сможете выращивать еду самостоятельно если будете соответствовать правильным требованиям так что попробуйте найти несколько семян овощей исследования и улучшения необходимые исследуй и улучшай свое снаряжение чтобы увеличить свои шансы на выживание надеюсь это сообщение до вас зайдет ну дошло как видите и теперь нам необходимо делать большие шкафы для хранения да 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 все железо забираем вообще все ресурсы я бы забрал и разрушаем дурацкие вот эти непонятные ящички экранчики перекинул другую стену потому что здесь будет стоять шкафы для хранения нам необходимо освобождать место ну-ка шкафчики как в этих компакт не располагать более или менее ну помещается только два с половиной шкафчика как-то так один боком криво косо перекоса отдавала так ровненько а см отсюда все будем перекидывать давайте самый крайний который у нас будет это для кобальта потом вот этот для кремня с магнием это сообщение даже получили но пока не до него на боевка боком ставить точно точно чего-то и тупанул нужно было также боком их пиндюрить можно было бы вообще не париться было бы конечно не очень красиво да и плевать честно говоря главное было бы эффективно не занимало много места вот так ящики воткнули описаны как смотрится не очень красиво я бы сказал мягко говоря ну да ладно и открыли выбор третьего уровня там уже потребуется два железа два титана и два алюминия надо будет ближайшее время идти за алюминием для начала давайте разберемся с последними ящиками вот у нас издалека видно где у нас находится наша база маячок подсвечивает так что мы никогда не заблудимся всегда знаем куда возвращаться до 8 у нас ящиков таких есть ух капец мы понапихали всякого барахла и теперь давайте распределять все по необходимым ячейкам самым правом у нас будет кобальт хранится потом будет идти кремний далее пойдет магний 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 сюда дальше 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 что у нас здесь скорее всего будет это даст эти там засуним далее потом пойдет железо затем и тут какие-нибудь при пасеке там еда всякое такое дальше ткань там сплавы ура всякое такое крутое а самом последнем будет лед вот под такой схеме будем все делать вот все распределили все у нас теперь четко там где надо и сейчас скорее всего нужно переносить вот эту ботву на второй этаж эти сначала все растения забираем и начинаем разрушать наши флоры стенты и перекинули на второй этаж здесь обогреватели здесь растения здесь освободили кучу местом тут будут экранчики кстати можно их сюда переставить почему бы нет точно сейчас мы этим займемся вот вот так все распределено где надо хранение сюда потом еще что-нибудь поставим здесь экранчики на втором этаже теплорегуляторы и наши растения на крыше будешь началась какая-то да какая-то буря началась вот антенна маячок и нужно будет еще сюда стоять этим солнечные панели первые все разрушать и все на крышу перекидывать но это потом у нас пока не хватает алюминия во весь первый этаж у нас в окнах везде окна воткнули был такой аквариум прозрачный пони чпоник все видно потом со вторым этажом сделаем то же самое сейчас понадобываем ресурсов и принципе можно будет уже заканчивать нашел сундучки дополнительный чип шикарно 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 то что мне необходимо как раз еду на сразу съесть не валялась ну-ка сейчас проверим что находится в этом чипе а в этом чипе находится у нас компас 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 ну-ка ну-ка что за компас микрочип компас добавляет компас на ваш экран ну как бы не очень полезно как мне кажется но до ладушки все я переделал наш домик такой аквариум и стекла прозрачные со всех сторон все прозрачно все видно и на первом этаже чтоб что за фигня я живу я здесь сделал стеклянные полы они только с одной стороны какого фига я думал они будут прям прозрачные прозрачные с двух сторон а тут только с одной неужели их на крышу надо делать ай-яй-яй-яй ну-ка еще с первого этажа их нужно я взглянем а до двойные нужно делать полики чтобы все видно было похоже такие стекла на полы идут тупо на крышу чтобы смотреть на звезды но у меня на крыше всякое барахло потом сделаем фундамент и расставим там антенну наши солнечные панели всякую фигню на земле это сделаем на фундаменте а на крыше у нас будут стеклянные полики чтобы могли смотреть вверх и видеть все что нас окружает дом аквариум такой будет почувствуем себя своеобразными рыбками ну что ж дома пока стоит заканчивать на нашем таком аквариуме чудо-юдо построить к перу нас есть и маяк и антенна получаем сообщение большие шкафчики появились если раскачали по улучшали постепенно прогресс наши растет потихоньку планетка терра формируется еду в следующий раз мы сходим за алюминием либо до конца полностью корабль весь обшарим все туда заберем чтобы ничего не осталось и больше что не возвращаться но по-любому настоящей серии мы сходим за алюминием нам его нужно очень много чтобы ускорить наше развитие а на этом серия заканчивается всем спасибо за просмотр с вами была до скорых встреч ой блин я умер я умер я что-то заговорился и забыл то что мне кислород же кончается это как-то я проглядел этот момент ладно мой косячок надо все ресурсы которые понадобал поскидывать и все в принципе это конец ребята данной серии но как мы его смогли посмотреть при смерти ничего не теряется то есть остается после меня сундучок который мы можем легко подобрать и ни о чем особо не париться вот такая у нас база вот такие планетки там виднеется давайте залезем на крышу кстати говоря и глянем какой там вид открывается вот вот так во шикарная красота ладно все теперь точно конец всем спасибо за просмотр с вами была мари до скорых встреч а